Всем привет! Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». Наливайте чайку, кофейку, ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Всё это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Субтитры сделал DimaTorzok Так, Оля. Ну, начнём. Да. А скайп скачали? Нет. У меня нет интернета. Давай, сейчас будет, не переживайте. Так, а чё вы мне хотите... Нет, давайте вы мне без всяких этих показов, мы приступим к делу сразу. Да, хорошо. Я в курсе, чего делать. Открывайте счёт. Где будете торговать? На Европе, на Тинькофф? На Тинькофф. У меня есть там счёт на Тинькофф вообще-то. Открывайте. Зачем мне его открывать? Он у меня есть. А, супер. Как мы с вами будем торговать, если биржа закрыта? Вот именно, я тоже так думаю. Как же мы будем торговать? Поэтому давайте на Европе. Ну, зачем мне Европа? У меня в Тинькоффе есть счёт. Я с Тинькоффом дружу давно. У меня там всё нормально. А? Биржа закрыта ведь. Биржа ведь закрыта. Как она закрыта? А как мы будем зарабатывать? Сейчас откроем счёт на Европе и купим... Ой, ну сейчас мне уже конец дня, не хочется зарабатывать. Давайте на Тинькоффе. У меня там есть карточка, у меня там есть всё. Хорошо, но на Тинькофф мы сейчас с вами торговать не будем. Почему? Потому что биржа закрыта. Как закрыта? А вы почему работаете? Я не только анализирую отечественный рынок. Я работаю не только на российских инвестициях. Да. На Бинансе. А как ты... Вот расскажите, как вы работаете на европейских биржах, если, например, Россия... У неё нет выхода на европейские биржи у России. Они только... У России или у граждан Российской Федерации? Вы имеете в виду Россию или у граждан Российской Федерации? Я не поняла. Я говорю, вы имеете в виду у России у самой? Как юридическое лицо, как страну или что? Либо же у граждан Российской Федерации? Ну вы же Тинькофф. Вы же Тинькофф. Вы же знаете, как это лучше сделать. Причём без европейских. Давайте с Тинькоффом торговать. Так я не Тинькофф. Я вам ещё раз объясняю. Так вы мне говорили, у вас стопроцентные акции у Тинькоффа. Да, нам принадлежат стопроцентные акции. Но это не значит, что... А Олешка знает об этом? Что? Олешка знает, что у вас стопроцентных акций принадлежит? Если у вас же есть интернет, можете зайти в интернет и увидеть, как это работает. Не, я конечно могу, но я сейчас пока с вами разговариваю, я не хочу терять эту связь. Поэтому... Поставьте мне на громкую связь без проблем. Да вы что? Я не могу. Если вы как-то не подковались, человек. Я не могу поставить вас на громкую связь. А что? Технические знания не позволяют или что? А? Я просто понимаю. Что не позволяет? Технически не подкованный человек. Я говорю, вы технически не подкованный человек или что? Нет, я вообще никакой не подкованный. Я же не лошадь, я просто человек. А, я понял. Ну давайте я вам помогу, научу. Научу быть более... А вам это зачем? Нет, ладно, давайте не об этом. Вы мне скажите, с чего я должна начать? Вы же хотите... Я же вам объясняю. Пропустим скайп. Пропустим скайп. Давайте пропустим. Давайте начнем по-другому. Ну что вы такие ограниченные, блин, по скайпу? Ну по скайпу не интересно, по скайпу я еще общалась лет пять назад, наверное. Ну блин, уже никто по нем не общается, поэтому. Вы отказались, когда вам было 13 лет или что? Вы что? Когда мне было 13 лет, еще вообще даже телефонов не было. Они были еще только... Знаете, какие телефоны были? Алло, трубка вот эта вот. Не было у меня еще телефонов? Мне уже много лет, мне уже много лет, мальчик, ты чего? А, вам уже много лет. Мне очень-очень много лет. Когда я родилась, ты еще, наверное, еще и в зачатии не был. Я еще в Советском Союзе родилась. Да вы просто не знали, я был уже. Да ты просто забыл у меня возраст спросить. Так я же спросил только что. А я не могу сказать. Я же женщина, мне, ну как бы, неприлично у женщины спрашивать возраст. Ну ты ж не... Ну блин, ну как так? Вы же только что сказали мне о том, чтобы я спросил. Я говорю, почему не спросил? Я говорю, почему не спросил? А я говорю, что не могу сказать. Не могу сказать. Потому что это конфиденциальная информация. Как это мы не встретимся? Мы можем встретиться тайно. Мы никому не скажем. Я же не знаю. Мы никому не расскажем об этом. Я молодой. Сильно молодой? Сколько лет тебе? Давай на ты, что там? Послушайте, а это же... Вы же говорили, что это конфиденциальная информация. Ну это у меня конфиденциальная. У тебя ж не конфиденциальная, но она не конфиденциальная же у тебя, правильно? Почему? А кто такое сказал? Ну я так думаю. А, вы так думаете. Ну вот видите, вас... Вы себя всегда обманываете. Я себя всегда обманываю. Ёлки-палки, опять ошиблась. Да? Угу. Поэтому с вами мы никаким образом не встретимся. Почему? А каким образом? Ну обычным образом. Возьмем и встретимся. Ну Москва большая. Инфраструктура развита. Вот поехали и встретились. А чё б не встретиться, а? Да, так зачем, я не понимаю. Понимаете? Для нашего дела общего. Чтобы начать зарабатывать. Что ты делал? Так мы с вами можем и в онлайн формате это всё сделать. Ну я не могу в онлайн. Скайп меня заблокировал. Скайп заблокирован? Да, да. Что мы новый создадим? Чего сделаем? Нет, ну у меня же один номер телефона. Как мы создадим? Что? У меня один номер телефона. Как мы создадим? Как мы его создадим? Там можно не только по номеру телефона. А как, как ещё можно? По почте. Вот они мне и почту заблокировали, и телефон заблокировали. И никак я не могу до Скайпа добраться. Уже пять лет не могу добраться до Скайпа. Так я самостоятельно вам создам. Как ты создашь? Я позабочусь об этом. Ой, ты такой заботливый? Ну конечно же. Ну замечательно. Почему о старших? Тебе сколько лет? Ну вы же старше меня. А? Послушайте. Это же конфиденциальная информация, правильно? Ну это у меня кон... Не, ну ты скажи сколько лет, а я скажу сколько мне. Сразу же скажу. На сколько лет я старше? Да, можно сказать. Может я тебя на два года старше всего, а? Да нет. Не на два года. Не на два года. А на сколько? Как ты думаешь? Не знаю. Я же не знаю ваш возраст. Не, ну ты же аналитик. Ты анализируй там в своём голове? Голос, тембр, ну я не знаю. Он может быть обманчивый, понимаете? Нет, не может быть. Я был анализ на математическом анализе. Ну ты аналитический анализ. Сделай. Сделай аналитический анализ. Аналитический? Да, да. Ну вот образом. Не, ну мне точно не 50 лет, точно. Я уже ещё не 50. Нет, не 50. Ну это же хорошо. И мне пока не 30. Ну мне ближе к 30, ну ладно. Ну, ближе или за? Ну чуть-чуть. Ну немножко. Чуть-чуть на сколько? Ну не скажу. Скажи сколько тебе. Я скажу сколько мне. 26 лет. Ой, ну совсем недалеко. Совсем чуть-чуть. 10 лет 15 сколько? Кому 10-15? Ну на сколько недалеко? Совсем-совсем мало. Совсем-совсем это сколько? У каждого, у каждого мало, это понятие растяжимое, понимаете? Ну на 16, не, ну конечно. Ну, 32. Нормально? 32. Угу. Не знаю. Чё не знаешь? Зачем мы тогда мы с вами? А? Ну я же вам, я же вам сказал, не знаю. По этому поводу. И что теперь всё? Мы общаться не будем? Тебя 32 не устраивает? Вы сейчас в каком отношении это имеете ввиду? В отношении аналитических, ну отношений этих вот всяких. Каких? Ну рабочих, чтобы создать там что-то там, платформу рабочую или чё. Так вы для этого нужно возраст разве узнавать? Не, ну так вы же узнаёте, узнаёте. И я призналась, да, на пороге сорокалетия стою. Понятно. Ну не завидую вам. Почему, почему? А чему завидовать можно? На пороге раз уже стоите. Чего, чего? Раз вы на пороге стоите, почему можно завидовать? Я вообще на пороге не стою. Я говорю, на сорокалетнем пороге стою. 26, это же не 32. 26, это же не 32, это же больше. Поэтому порог у меня другой на 10 лет. Ну конечно, на 10 лет, в любом случае. В любом случае уже это всё неважно, да? Ну конечно. Мы сейчас с вами немножечко о другом говорим. В смысле о другом? Мы говорим о заработке на бирже. Правильно? Да. Мы же движемся потихонечку в этом направлении. Я уже от 12, от Пресненской 12 добралась до Пресненской 8. Поэтому мне осталось совсем немножечко, чтобы дойти до порога биржи. Правильно или как? Конечно. Ну вот. Конечно. Убедите меня так, как меня не убеждали остальные. Я вас буду убеждать, зачем меня вас убеждать? Так а что? А что? Зачем? Зачем вы мне позвонили? Вот, например. Я просто решил узнать, как ваши дела. У меня вообще отличные дела. Что у вас не получилось? Это у меня, у меня все получилось. У меня получилось вообще все. Это не получилось у ваших стажеров там что-то. А, не получилось у наших стажеров. Ну, бывает. А у меня получилось все. Поэтому давайте продолжать, чтобы все получилось у нас с вами. Так а что у вас получилось? А что у меня не получилось? Я не знаю, вы же говорите, у вас все получилось. Так вы говорите, у вас что не получилось? Я говорю, у меня все получилось? Нет, так да, вот вы говорите, что у вас все получилось, я говорю, супер, прекрасно. Ну, а почему я не могу продолжить? Почему продолжается один и тот же разговор, и я никак не могу прийти к тому, что мне нужно? Так а что вам нужно? Ну, зарабатывать на бирже хочу, вот. Ну, скайп, давайте без скайпа как-нибудь, давайте, может быть, я там, ну, каким образом, ну, каким образом, я не знаю, каким, как у вас там еще бывает? Вы же аналитик, вы должны все выходы и входы знать. Ну, входы знаю, да. А выходы? Вот у меня безвыходное положение, я не знаю, как мне начать и что сделать, но без скайпа никак, да? Ой, все упирается в этот скайп. Я возвращаюсь вообще в прошлое, пять лет назад. Опять скайп мне все обрубывает. Майкрософт-компания вообще, она не дает развиваться человеку. Давайте без скайпа, давайте как-то без скайпа сделаем. А каким образом? Ну, я не знаю, ну, у вас же есть там выходы, входы всякие. Не знаю. Как не знаете, вы же аналитик. Анализируйте, анализируйте. С нами сотрудничали. А? Только по скайпу. Только по скайпу. Вы хотите на меня посмотреть по скайпу или на мой экран? В телефоне. Вы хотите на меня посмотреть на скайпу или на мой экран в телефоне? Это боже упусти, не нужно ни одно, ни второе. А что же вам нужно? Что вам нужно? Я же вам говорю, это прежде всего нужно для вас, для того, чтобы вы понимали, визуально воспринимали ситуацию. Так я вот когда слушаю, я больше воспринимаю визуально. Вы мне расскажите, я все воспринимаю. Да, так вы ее видеть можете. Я вот, Ольга, я вам так скажу, вы помимо того, что слушать можете, вы еще и можете ее видеть. Понимаете? Я не могу видеть. Меня скайп заблокировал. Как такое, Ольга? А что я могу? Скайп меня заблокировал навсегда. Навсегда разблокировал, я понял. Они меня заблокировали. Мне пришло смс, что я не могу больше пользоваться скайпом по своему номеру телефона. Ну, были такие моменты. Занималась неправильными делами. Они меня заблокировали. А что это за неправильные дела у вас не были? Ой. Что у вас за неправильные дела? Давайте не будем, еле выскочила. Оружие продавали? Ну, нет. Как по скайпу можно оружие продавать? Вы че? Оружие же по скайпу не продашь. Почему? А вы что, по скайпу оружие продаете? Я? Я такое говорил. Так вы говорите, оружие продавали. А разве возможно по скайпу продавать оружие? Я поинтересовался. А почему оружие? А что тогда? А, вы вооружаетесь уже, наверное, там? Конечно. Конечно. Где там? Ну, я не знаю, где вы там. Вы говорите, что вы в Москве, но вы не верите, что идет снег в Москве. Я не знаю. Да какой снег? Я не говорил, что снег идет. Я вам говорю, что идет снег. Вы знаете, что можно, например, с одной стороны сесть в метро, а с другой выйти, и тут у тебя солнце, и там хорошая погода, а с другой стороны выходишь, там снег, дождь, и вся херня. Это Москва, это такое. Вы меня вообще не понимаете. Я хотела с вами сотрудничать, но вы еще один человек, который не может меня убедить с вами сотрудничать. Почему, я не знаю. Да, это печально, на самом деле. Мне так печально, я так хочу зарабатывать еще больше, чем у меня есть, а вы мне ничем не можете помочь. Я вам помогу в следующий раз заработать. А почему в следующий раз? Давайте в этот раз. В этот раз? Да, наверное, уже хочу пойти домой покушать вкусно. А вы далеко живете от того, где работаете? Я? Да. Нет, не совсем. Ну, скажите, вот где вы живете? Что-что? Вот что-что? Что такое что-что? Я просто не услышал. Я говорю, где вы живете? Далеко от своей работы вы живете? Нет, недалеко нахожусь. Ну, скажите район. Да, зачем вам это знать? Мне хочется. Зачем? Ну, я хочу. Что вы хотите? Узнать, где вы живете. Что-что? Зачем вам эта информация? Для общего развития. Так это вам не даст никакого развития? Не даст. Я буду знать, далеко ли вы от меня находитесь. Нет, недалеко. Я вот, например, живу на Белорусской. А вы где живете? На Белорусской? Ну, да. Знаешь, что такое Белорусская? Ну, это такая станция метро. А что это такое, скажите? Что-что? Ну, это Белорусская улица, конечно же. Да, Белорусская улица. Ну, прикольно. Нет, я не на Белорусской улице живу. Нету такой улицы в Москве. Да я знаю. Да я знаю. Это в Петербурге, если что. А вы где? Я в Москве. Я же вам объясняю. Ну... Белорусская улица находится в Петербурге. Что-что? Белорусская улица находится в Петербурге, если что. А о Москве знаешь, что такое Белорусская? Нет, понятия не имею. Как вы не имеете? Вы давно в Москве находите? Нет, недавно. Сколько? Ну, год где-то. И вы не знаете, что такое Белорусская? Ну, это... Я так понимаю... Ну, честно, я не знаю, да. Не знаю. Ну, а как понимаете? Как я понимаю? Это там, где парк, или... Или, мне кажется? Что-что? Могу ошибаться. Это там, где парк? Какой парк? Ну, там, где парк ищут. Ну, я, честно, не знаю, как он называется. Одинцовский, или как он? А вы знаете, что такое Динамо? Динамо? Да. А в Петербурге? А какой еще есть? Да, знаю, конечно. Ну... Много есть Динамо. Что? Что есть? Дрезден, Брест. Дрезден. Динамо Дрезден. А вы знаете, что такое Перо? А Перо, знаете, что такое? Что-что? Перо. Перо? Угу. Понятия не имею. А Беговая, знаете, что такое? Что это? Беговая. Еще раз. Беговая? Беговая. Беговая. Да. Вот этот испалился. Вот этот испалился. Я в шоке. Конечно. Конечно. Беговая что? А что такое Полежаевская, ты знаешь? Первого или Первого? А Полежаевская знаешь, что такое? Это метро Останское. А Выхино, Выхино знаешь? Что? Выхино. Да, да, капец. Ну ты вообще в Москве не находишься. Что там так? В Украине совсем хреново? Да, точно так же метро. Ты там вообще сидишь на Украине и вообще не знаешь, что где находит. Ты хотя бы там, чтобы развивать свой бизнес, который ты ведешь, ты хотя бы открой карты метро Москвы, поузнавайся в станции. Ольга, какой бизнес? О чем ты говоришь? Какой ты аналитик. Ну что ты херню молотишь? Ты вообще в Москве не находишься. Я тебе такие станции сказала, которые знают все. Ну я же тебе сказал, что это станция. Какая станция? Ты не знаешь, что такое белорусское? Это... Выхино. А знаешь, что такое Киевское? А Киевское... Выхино это улица, да? Нет, Выхино это метро. А знаешь, что такое Киевское? киевская это вокзал такой киевский до метро самый красивый вокзал которого даже в киеве нет бедолага мне тебя жаль тебе до башни федерации когда мадоке и вараком честно ты даже в киеве не был мне кажется 100 процентов ты вообще такой тугой капец я тебя полностью полностью накрыла нет я не отличаюсь но я знаю много станции метро в москве и меня никто не грузанет этим а ты почему не знаешь если ты год москве я через год москве уже знала все станции метро и я уже могла ездить и все знать а ты почему не знаешь ну вот скажи вот ты сидишь например на работе своей башни там северной а ты в северной да это я в южный ты как домой добираешь я ну и куда ты едешь например где твой район в котором ты живешь а дом твой где я тебе уже так о себе много рассказала ты о себе ничего не рассказываешь как я могу с тобой сотрудничать если ты не рассказываешь тебе вообще ничего ну чтобы сотрудничать человеком надо знать о нем все а может я с тобой хочу так а чё там надо внести какие деньги если по скайпу например что там по скайпу хотел увидеть у меня в этом телефоне нету ни личного кабинета ничего и ты там ничего не увидишь ничего не возьмешь а что тебе надо я вообще пообщаться захотелось да все верно нормально пообщался ты понял что ты не в москве да да я я же еще раз объясняю я же еще раз объясняю что я в москве ну ты даже не знаешь тех станций которые я сказала ты вообще не в москве ты вообще москву свою только по телеку норовитель и в том виде что москва нападет после нового года вторжение начинается на украину да там готов уже эту шонку за закупил тебе блин стыдно что на украине живешь да я нет нет видно за что слушай ну ты же реально не на украине ну не в москве реально ты не москве если ты был в москве и я бы тебе назвала эти станции ты бы реально ну ты понял что есть такие ну спроси у меня про любой метро и ты расскажу ну да ты на машине ездишь а по какому кольцу ты едешь домой что 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 капец почему ты говоришь постоянно что что человек телефон не подводит а почему плохо мне хорошо слышно я все хорошо слышу а ты там гарнитуру подкрути там чуть-чуть там микрофончик ну чё ты когда последний раз москву видел скажи как можно пройти на к на красную площадь какой какой станции метро ты был когда-нибудь на красной площади когда вчера был вчера был на машине подъезжал до да нет на машине нельзя туда подъехать да конечно это все знают что на машине нельзя подъехать а ленина видел ленина да почему в жизни я его не видел аж ты чё такое говоришь жизни в жизни его никто не видел ну может твоя прабабушка какая-то да он меня не интересует а чё тебя интересует скайп меня что интересует деньги а деньги деньги чё тебя проблема с деньгами это нет мы и жадны к этому понимаете значит нет у тебя денег да я тебе такое говорю тебе такое сказал ну вот смысл твоей работы скажи ты вот сидишь и рассказываешь я сижу в аналитическом центре а ты знаешь что я тебе открою большой секрет не существует южной башни может северная есть но южная не существует хорошо без проблем а ты бы об этом не знал получается не знал а как же ты сидишь в москве не знал ну это меня значит не особо интересует так а что тебе интересует только деньги только развод кого-то там сколько там надо если бы я по skype с тобой поговорил там демонстрация экрана пошарить там по моему экрану да я этого не умею делать я не шарюсь по чужим экраном мне этого не нужно а вот ты почему шаришься по чужим экраном неинтересно а чё тебе надо личный кабинет а а 4 блока по 16 цифр не надо а ты никогда не работал в этом сбербанке нет но мне кажется это высший уровень ты перейдешь куда-то да будешь звонить и говорит служба безопасности сбербанка с вашего счета была списана такая-то сумма или там на ваш номер была форма инкредит ты так не делаешь ты еще не дошел до уровня этого до суши мне жаль тебя честно от реально это в москве до не мне кажется ты это давай без этого висяка херни но мне кажется на украине сидишь на нет а мне кажется да а знаешь почему я это знаю знаешь почему я это знаю хочешь я тебе открою секрет хочешь а потому что я сама с украины конечно прикинь как а а что прекрасно замечательно да прекрасно да ты рад мы с тобой земляки почти прикинь так мир свои дислокации днепр харьков киев а ну расскажи ну как москва если ты не знаешь об москве вообще ничего ну ты не говоришь где ты живешь ну со мной можно и по десятому по двадцатому дайте ты же говоришь что ты можешь заебать любого но мне кажется я тебе уже конкретно заебала там этот ваш тим лидер или как его скажет ничего у тебя не получается не будут тебе хлопать сегодня хлопать тебе сегодня не будут не будет согласен представляешь вам штамм хлопают тем да когда вы там разведете какой-то да да вам хлопают я слышала сладки совершенно я не была дома уже года два наверно ну блин вы так деградируйте там конкретно я вообще в шоке куда катится ваш мир куда катится наш мир в жопу ну успокойся ну чё успокойся зачем ты начинаешь тебе это не надоело еще со мной разговаривать ты еще хочешь да а ты за это бабки получаешь когда кого с кем-то разговариваешь я на самом деле покушать хочу я на самом деле покушать хочу и после этого уже звонить а чё у тебя даже на мивину не хватает нет не хватает а ты проговорился ты знаешь такое мивина а в россии доширак а на украине мивина не знаешь а я тебе хочу сказать что в россии никто не знает что такое мивина многие люди показывают свою необразованность а что мивина это значит образованность мивина это тоже самое что доширак но мивина это доширак это как бы доширак это доширак а мивина это мивина если ты знаешь что такое мивина ты реально ты ни в какой не москве ты бы сказал а что такое мивина я еще мивину пробовала три года назад да да это приправа если что нет в россии даже такой приправы нет мивина то же самое что доширак в россии нету мивина вообще мне кажется даже с ней не выезжал мне кажется это даже с ней не выезжал и думать о том что такой деловой центр ты даже не знаешь а я его видела я в нем работала что 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 каком центре я только не работала поверь да я верю я верю чувствуется землячество ну блять чё ты кастрюлю с головы никак не снимешь что 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 это значит с ними кастрюлю с головы ты понял что такое твоя украина господи смешной 3 стыдно смотреть почему у тебя такая ненависть ко мне у меня к тебе вообще нету ненависти у меня у меня с тобой вообще отличный разговор нормальный мне кстати очень понравилось почему потому что коллеги ты уже второй ты уже второй кому я понравилась мне нет я уже я уже вообще знаешь курсе ваших разводил я вообще в шоке чем вы там занимаетесь на этой украине своей моей кстати а кто-то у кого у меня только не было до этого кого у меня только не было я понимаю ты чё ревнуешь что ли хорошо что-то такое что-что-что-что-что уже вары как надо шо-шо блин я же я же я я же говорю конечно ревную но обязательно уже у нас такой такой долгий разговор вообще чё там так уже печально у нас что ли да ну так если ты бы сидел в деловой я же знаю как общаются люди которые сидят деловых центрах они так не разговаривают у меня даже клиенты есть деловых центров они вообще по-другому говорят у них вообще другой образ жизни чего ты взяла что я именно не могу тебе позволить так общаться я свободный человек общаюсь таким вот образом ну да у нас же был недавно этот день достоинства и там какой-то херни не знаю там чё я уже давно забыла что у нас происходит я к тебе довольно уважительно да я к тебе тоже нормально так что мне жалко тебя но чё ты сидишь на такой работе чё вообще по податься некуда слышишь ну какой деловой центр о чём ты говоришь ну о чём ты говоришь ты в москве хоть раз был вообще это был да и сейчас здесь где ты там здесь где ты там москве нет у тебя в москве вообще вот я реально москве а ты не москве а я как рада слышишь я как рада ну давай и покушаем и винку запарь там чё там у вас еще есть ттб чё там сттб самая дешевая продает салу да так само так стало это я это я в курсе салу дорогое вас очень дорогое сало как тебя зовут еще раз скажи я же сказал сергей меня зовут сергей отлично ну давай сергей ты если чё звони вчера мне там еще кто-то звонил я с ним полчаса выдержала а ты самый такой это не раз ну давай звони сергей буду ждать а я бы я бы еще я бы еще пообщался ну давай будем общаться чё звони у меня номер доступен вот на на ватсап хочешь звони супер прекрасно да да буду по вечерам звонить звони будем общаться все договорились давай все пока слава украине пока пока а а а